Наконец-то Фростпанк 2, одна из самых ожидаемых игр этого года, выходит в релиз. Великие империи рождаются и умирают, и вот наконец пришла очередь Британской империи. И когда великая держава погребена под толщей снега. Первая часть до сих пор входит в мой личный список лучших игр. Она в какой-то мере попыталась взять лучшая из моей любимой игры The Swar of Mine. Только если в The Swar of Mine ты делал всё, чтобы сохранить жизнь отдельно взятого человека, и очертя голову пеплом был готов развеять последние идеалы гуманизма, то Фростпанк мы руководим многотысячным поселением, жители которого отчаянно цепляются за последние шансы существования. Но кем станут для вас эти несчастные? Если в The Swar of Mine ты по-хорошему привязывался к каждому отдельно взятому персонажу, и процессе повествования душа каждого была буквально вывернута наизнанку, то в первом, и вот уж спойлер, во втором Фростпанке тебя ждут примерно те же самые чувства. Просто с масштабом твоё мироощущение меняется. Как правило, у нас будет одна или несколько целей и куча различных препятствий. Знаете, масштаб игры постоянно разрастается, но такое ощущение, как будто ты сидишь под куполом. И с ростом возможностей хватка его отнюдь не ослабевает. Но давайте по порядку. В прологе нам доступно всего лишь несколько механик, а именно расчистка снега и строительство кварталов. И тут мне, пожалуй, стоит похвалить игру, поскольку она не перегружает тебя обесчисленным количеством механик, а даёт тебе хотя бы минимальную возможность разобраться, что же здесь всё-таки происходит. До выхода в первый акт, разумеется. Итак, нашим людям нужна еда и топливо. И вместе с рабочими это превращается в три основных ресурса. Да, здесь вам не засвор оф майн, где вы родили за каждого отдельного выжившего. Под вашим чувствским руководством ваши соплеменники будут чуть ли не каждый день отправляться в свой последний путь. Также важно следить, чтобы у ваших поселенцев был кров. С некоторыми улучшениями часть ваших людей может ночевать прямо на рабочих местах, но большинство жилых сооружений всё равно будут строиться вокруг основного источника тепла. Если потребности в холоде будут нарушены, вас ждут болезни и сокращение роста населения. Поэтому быстренько отправляемся в обломки дредноута и включаем печку. Итак, наш генератор работает, и живительное тепло вновь разливается по артериям нашего небольшого поселения. Пока под нашим контролем источник черного золота, всё будет хорошо. Но рано или поздно нам нужно будет искать новые месторождения, а с ростом колонии существующего источника может вовсе не хватать. А ещё на строительство каждого здания нужны модули, которые очень быстро заканчиваются. Давайте, наверное, сразу получим доступ к каждому из этих видов ресурса. Кстати, добычу модулей можно сразу попробовать объединить с нефтянкой. Хотя здесь тоже нужно выбирать, либо мы построим несколько районов, которые будут давать бонусы соседства, либо попытаемся перекрыть данную потребность одним районом. В любом варианте развития событий есть свои плюсы и минусы. Итак, производство еды на более чем достаточном уровне, а второй жилой район построится буквально с минуты на минуту. Теперь нам остаётся лишь пробиваться сквозь негостеприимные северные льды. Именно там находится месторождение столь желанных для нас материалов. А вот и первый, возможно, судьбоносный выбор. Мы нашли символ разведчика Нью-Лондона и посчитали, что это символ порядка. Вполне возможно, что этот выбор повлияет на мировоззрение наших жителей. Но пока что мы лишь вынуждены наблюдать, как ледорубы осваивают северные участки ледяного фронтира. Вообще, вся эта муравьиная возня в градостроительных симуляторах меня крайне радует. Согласитесь, гораздо интереснее управлять отнюдь необезличенным городом. И так у наших граждан есть комфортное жильё, тепло, и теперь нужно позаботиться о создании запасов пищи. С каждым днём буран, несущий в себе проморзглый холод, смерть и страдания, приближается к нам. Мы должны подготовиться, а для этого нужно увеличить нормы выработки. Ветер крепчал с каждым днём, безжалостно расшатывая наши строения. Если в ближайшее время мы не добудем соответствующие материалы, здания просто-напросто выйдут из строя. Благо мы с вами заблаговременно позаботились об этом, и уже готовы к строительству соответствующего добывающего района. Задания, которые дают нам различные персонажи или фракции, будут повышать или понижать уровень доверия. Я ещё подниму эту тему в будущем. А пока давайте продолжим делать запасы, времени у нас, сами понимаете, остаётся немного. А вот и первый тревожный звоночек. Некоторые из старейшин готовы покинуть свои дома для того, чтобы у молодых был шанс на выживание. И знаете, когда я тестировал игру на стимдеке, с производительностью которого всё более чем прекрасно, то это привело к довольно любопытным последствиям, да и потребление пищи сокращалось. Но цена, которую может уплатить за это общество, подчас бывает слишком высока. Также в целом хотелось бы похвалить оптимизацию графику. Частицы освещения, всё это радует глаз даже на том же самом стимдеке. Я не так много наиграл на портативке Габена, но за пару часов не было каких-либо перегревов, критических вылетов, да и благодаря тачпадам стратегия управляется вполне себе комфортно. На данный момент это максимально удобное портативное решение, хотя привычная мышь и клавиатура, конечно же, не идёт ни в какое сравнение. Но вот начинается холодный сезон, и потребность в тепле ощутимо так возрастает. Давайте подумаем, что мы с вами можем сделать. Во-первых, слева у нас полностью истощённое здание, и оттуда мы позднее залутаем модули. А вот на востоке есть ещё одно месторождение нефти, которое по идее вполне себе может спасти нас. И для кого не секрет, что моих братюнь из Xbox Store можно выгодно и безопасно купить подписку на Xbox Game Pass и другие сервисы. Цены последнее время, мягко говоря, кусаются, и речь идёт не только о цене на консолях, но и в Стиме. А тут ещё и мелкомягкие, а носят повышение цен до небес. Однако для тех, кто уже давно с нами, ребят предлагают продлить подписку по вполне себе приятному ценнику. Покупка осуществляется быстро, и всего в пару кликов. Хлоп, и мы с вами с новенькой подпиской готовимся играть в Atomic Heart. Ну и в качестве небольшого бонуса, все игры от Microsoft и Activision Blizzard на релизе. Я думаю, не стоит говорить, что все ссылки, как обычно, в описании. И да, конечно же, при помощи ребят вы можете купить Frostpunk отдельно, но зачем, если он есть подписки? У нас в казахов игра стоит порядка 2000 рублей, что, собственно, соответствует прошлогодним ценникам. И это действительно радует, учитывая то, что некоторые паразитирующие на игроках конгломераты считают, что цена на игру должна составлять от 70 баксов. Примерно так маленькие инди-студии заставляют жевать желтый снег большие компании наподобие Ubisoft с их квадрупулой проектами по типу Star Wars Outlaws. Очередной сложный выбор, убить теленей или выслать старейшин. Первый раз, когда я играл на стимдеке, мне пришлось пожертвовать многим, но сейчас, судя по всему, у нас получится даже выбить ачивки. Во всяком случае, у нас есть еще 24 недели для того, чтобы полностью заполнить склады. Как видите, все наши граждане, которые работают на пищевой промышленности, трудятся сверхурочно, не щадя себя. Они прекрасно осознают, что от их выработки зависит будущее всего города. Кажется, мы обеспечили наших поселенцев всем необходимым. Остается лишь ждать и надеяться, что эти несчастные выживут. Говоря о крупных компаниях, хотелось бы поднять еще один вопрос. Я с уважением отношусь к тем же пароходам, которые делают удивительные стратегии. Ну а скажите мне, когда вы видели проекты подобных корпораций, готовыми на релизе? Где же мы уже со старта наблюдаем готовый продукт, сделанный с душой? Который не нужно допачивать и покупать дополнительные DLC. А для того, чтобы просто собрать отзывы, отполировать проекты и улучшить его, ребята просто запустили тестирование, по итогам которого немного перенесли игру. Как результат, мы видим нормально работающий и отполированный продукт, который еще и по хронометражу превосходит своего старшего брата. И нет, как вы понимаете, это делается не каким-то там искусственным затягиванием геймплея, а улучшением его составляющей. Ну и естественно, про сюжет здесь тоже не забывают. И так, вопреки всему, наше маленькое поселение выжило. И вероятнее всего, кочевники отправятся в свое очередное путешествие. Но еще нам тут щедро насыпали достижения. И одно за то, что убередили стариков, а другое за сохранность тюленей. И вот знаете, подобные решения они как раз таки наглядно демонстрируют, что Фроспанк это эдакая антиутопия, которая как будто бы вышла из-под пера того же самого Стивена Кинга. В игре-то на самом деле твой худший страйк и одновременно противник, это далеко не стихия, а сами люди. Они алчные, жестокие, бескомпромиссные и делают все ради достижения целей. Но если вы думаете, что чем-то от них отличаетесь, то глубоко заблуждаетесь. И так затравочка в виде пролога была нами пройдена. Теперь наше поселение ждут куда более серьезные вызовы. Ставки удваиваются и нас ждут куда большие масштабы. Огромный по меркам игры город, который под вашим чутким руководством вполне себе может стать мегаполисом. Город это муравейник, интриг, потребностей. И своеобразное такое политическое поле для противостояния различных фракций. Капитан умер и Нью Лондон ослаблен. Провизия на исходе, у нас имеются проблемы с переселением. Отопить буквально нечем. Проблема в том, что уголь скоро закончится и нам нужно будет искать новые источники тепла. Многие мечтают о достойном будущем, но все ли разделяют эти мечты? Нам как Менгску из Старкрафта предлагают править этим сектором или спалить его дотла. Что ж, на старте нас ждет три фракции, каждая со своими потребностями и мировоззрением. И население из 8 тысяч человек, большая часть которых рабочие. Наверное, тех же самых поборников порядка вы можете помнить и с первой части Фростпанка. Да и то тут, то там будут всплывать приятные пасхалочки. Фракции можно поддерживать, клянчить у них деньги. И если от тебя выйдут из-под контроля, всячески подавлять их стремление к сепаратизму. Ну и хочется также отдельно похвалить работу художников. Видно, что это не какая-то там нейросетевая помойка. И нет, я не какой-то там ярый хейтер нейросетевая помойка. Они действительно призваны облегчить работу по некоторым аспектам. Но, как мне кажется, в подобных проектах это отнюдь не благо. Здесь, если так подумать, геймплей не так уж то и важен. Куда важнее ситуации, которые нам постоянно генерирует игра. Как только вы построите здание совета в сердце вашего города, перед вами откроется механика заседаний. Здесь вы проведете существенную часть своего личного времени. Ведь, по сути дела, это ваша основная кузница законов. Если поначалу заседания лишь должны решить, способны ли вы управлять городом, и, в общем-то, большинство, так сказать, присяжных согласны с вашим назначением, то потом нелояльные вам фракции будут неплохо так вставлять вам палки в колеса. В принципе, выглядит это как эдакий элегантный политический симулятор, в котором основной вашей целью становится не переубеждение ярых противников, а перетягивание на свою сторону сомневающихся. Ну и во вкладке каждой фракции всегда понятно, какие законы вы должны принять для того, чтобы улучшить с ними отношения. Периодически нам придется влиять на их мнение путем различных ущищрений. Например, вы можете пообещать им принять какой-либо закон или послабление, исследовать некую технологию или каким-то образом улучшить жизнь ее членов. Однако нарушение обязательств всегда ведет довольно плачевным последствиям. И да, всегда можно посмотреть, какое количество от общей численности населения составляет та или иная фракция. Когда вы попросите ту или иную фракцию проголосовать, за вас она выдвинет вам ряд условий. Таким образом, фракция в любом случае лоббирует свои интересы. Если первые решения могут казаться относительно безобидными, то дальше будет весело кому угодно, но уж точно не вам. Ладно, это я вам просто показал, как все это дело работает. На самом деле, конкретно в этом случае никого уговаривать особо-то и не надо. Блин, как же мне нравится это изображение от дорог, которые прямо-таки реально показаны, как какие-то артерии города. Такое какое-то жидкое пламя, переливающееся в сообщающихся между собой сосудах. Ну да ладно, давайте бегло посмотрим на дерево идей. У нас есть шесть разделов, каждое древо которого довольно ветвистое. Более того, исследовав какую-либо идею, вы обязательно улучшите отношение с какой-либо фракцией, которая продвигает ее. К примеру, сейчас нас интересует улучшение производительности угольных шахт. И допустим, мы первым делом возьмем пыльно-угольную шахту. А если что, потом можно будет исследовать другие, и на разных шахтах у вас могут быть разные улучшения. На этом, собственно, все. Ожидаем окончания исследования и улучшаем наши добывающие постройки. Ну и в зависимости от ваших действий, то тут, то там, будут славать различного рода сообщения с довольными или, наоборот, скорбящими жителями. В общем, как видите, мы понемногу развиваемся, и теперь пытаемся балансировать между фракциями. И, естественно, стремясь всячески исполнять обещанное. От всех этих телодвижений будет расти крайне важный параметр единства. Низкий уровень единства может привести к восстаниям и многочисленным побоищам. А у нас, как вы понимаете, без этого завода стоят, и рабочей силы не так уж то и много. Когда вы построите логистический центр, специально отведенным для этого дела мести, у вас появится возможность отправлять экспедиции за предел вашего города. И если в случае с аванпостами здесь все работает как в первой части, то есть отдаем какое-то количество подфайндеров, соединяем аванпост с городом, и просто перевозим еду или другой тип ресурсов, как это сделано вот к северо-западу от Нил-Лондона, так и в будущем при достаточной степени оснащенности у вас появится возможность строить даже самые настоящие добывающие поселения. Ну и также, разумеется, будут появляться различные решения по тому, как вы все это дело хотите развивать. То есть будете ли вы делать акцент на какую-нибудь ту же самую централизацию, или возможно вам больше интересны самодостаточные поселения, которые будут обмениваться друг с другом ресурсами. Кстати говоря, первым таким местом, в котором можно будет создать колонию, будет тот самый старый дредноут из Пролога. После основания и развития своей первой колонии у вас появится возможность перекачивать ресурсы в Метрополию и обратно. Но и это еще не все. В адобной РПГ старой школы иногда нам предстоит сделать выбор, и игра прям-таки говорит нам, что это необратимое действие, и от него зависит какое будущее мы построим. И здесь выбор кажется действительно сложным, и судя по всему, в Фростпанке нас будет ждать некий элемент реиграбельности. Ну а по времени прохождения проект, сами видите, не маленький. Пролог и первая глава заняли примерно 3,5 часа игрового времени. Это, наверное, половина от общего хронометража первого Фростпанка. Что же касается оценки, то от меня игра, безусловно, получает 9,5 баллов из 10. И вот здесь реально, если препарировать игру на какие-то атомы, то, возможно, оценка будет гораздо ниже. Но то, как это все работает, какие ощущения оно у тебя вызывает. Не знаю, я, если честно, последний раз так кайфовал, когда читал Мизери от Стивена Кинга. Поэтому как-то так. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить ему свой царский лайк и написать комментарий в поддержку. Подписывайтесь на наших друзей из Xbox Store и стратегиума во ВКонтакте, благодаря которым делаются эти прохождения. Ну и на случай проблем с блокировками и замедлениями, предлагаю подписаться на мой ВК-видео и телеграм-канал. Там, кстати, гораздо больше можно узнать обо мне. Ну а я, как всегда, благодарю всех и каждого за просмотр. По традиции, я, как всегда, всех обнял. До новых встреч. Пока, ребята.